Здравствуйте! В эфире «Важная» – программа для тех, кто размышляет. Сегодня в выпуске. Светло, надежно, безопасно. Можно ли защитить яркую сказку от досадных случайностей? Полицейский жезл вместо посоха. Какие загадки Дед Мороз загадывает самарским автомобилистам? И елка желаний, чьи мечты появляются на новогоднем дереве и кто их исполняет. Мечты должны сбываться, особенно детские, особенно под Новый год. В декабре депутаты Самарской городской думы традиционно собираются вокруг новогодней елки, чтобы исполнить желания воспитанников детского дома. О чем мечтают дети? Елка, украшенная желаниями. Она всегда знает, чего хотят дети. Каждый год малыши из детского дома номер 3 делятся своими новогодними мечтами с депутатами Самарской городской думы. И каждый год в Большом думском зале появляется особенное праздничное дерево. Елка желаний – добрая и светлая традиция, когда взрослые могут почувствовать себя волшебниками и воплотить в жизнь детские фантазии. Вы знаете, что мы заметили? Что большинство желаний детей перемещается в область спортивную. Это могут быть ролики, это могут быть мячи и даже шашки. Я считаю, что очень здорово. В прошлом году, в позапрошлом году, а у нас это уже традиция многолетняя, были желания, связанные с мобильным телефоном, с машинами с дистанционным управлением. А сейчас все сместилось в область каких-то спортивных увлечений. Для этих ребятишек новогодние праздники начались уже на прошлой неделе, когда депутаты пришли в детский дом с подарками, и каждый малыш получил именно то, о чем мечтал весь год. Мячи, коньки, конструкторы, куклы. Конечно, красивых и замечательных игрушек в современных детских домах достаточно, но одно дело – вещи общие для всех, и совсем другое – личный подарок и персональное внимание. Это ценно вдвойне. Я заказала ролики. Я умею на них кататься. Я училась летом. Вначале мы с Катей катались, падали. Потом она первая научилась, я вторая. Мы катались на улице, вокруг детского дома. Теперь я тоже на своих буду кататься на роликах. Теперь у семилетней Маши новая мечта – чтобы поскорее наступило лето. Кататься вдвоем с подругой куда интереснее, чем пользоваться одной парой коньков по очереди. Ну а у депутатов, глядя на Машу, появилась идея построить в городе крытый роллер-дром, где дети смогли бы тренироваться даже зимой. Новый год – это, наверное, тот праздник, который связывает и взрослых, и детей какими-то мечтами на будущее. И особо приятно нам, взрослым, делать подарки детям. И вы, наверное, видели, какие у них радостные улыбки. Мы только для того, чтобы вот этим детям, которые воспитываются здесь без родителей, принести частичку радости, тепла, домашнего уюта, счастья и какого-то благополучия. Как и все мальчишки, шестилетний Данька любит играть в машинки, паровозы. Теперь вот получил в подарок новый самолет. Но какую бы игрушку малыш не держал в руках, она всегда следует по строго определенному маршруту. Самолет прийти домой. Домой. К маме и папе. Это, конечно, главная мечта всех воспитанников детского дома. И у многих она действительно исполняется. Хоть и не так быстро, как хотелось бы. В 5 лет Настя искала новую семью и, наконец, в канун Нового года нашла. Меня нашли. Я им понравилась. Они посмотрели видео про меня. Ну и захотелось им меня взять. Моя мечта сбылась перед Новым годом. И вот это очень здорово. Это радует, что у нас есть семьи, которые берут на себя эту ответственность. И действительно количество детей уменьшается в детском доме. Вообще новогодний праздник в моем представлении все-таки в первую очередь праздник детства. Праздник для детей. И цель должна быть у всех взрослых создать вот именно праздничное настроение. Доставить радость, чтобы дети улыбались, глаза светились. И вот эти минуты радости, вот в этом есть, наверное, смысл детства, счастливого детства. Ну вы знаете, что, вот мне кажется, здесь как раз и есть смысл задуматься над тем, что вокруг нас действительно очень много нуждающихся людей. И самое важное из них – это дети. Ответный подарок депутатам – праздничный концерт. Ребята готовили свое выступление не один месяц. И, конечно, оценка взрослых, их внимание, их одобрение – этим детям важны, как никому другому. ПЕСНЯ Вот вы знаете, у меня была мечта сегодня прийти в этот детский дом. То есть мне вот три года не получалось, каждый раз я участвовал в этой «Елке желания». Ну почему-то какие-то события в жизни всегда не позволяли. А сегодня вот пришел и испытал, ну такое вот потрясение, можно сказать. А сегодня я реально увидел детей, которые здесь вот так красиво выступили, показали свое творчество. И, честно говоря, они слезы где-то вот там. Вот я увидел сегодня Артема, в том году «Железную дорогу» у него было желание. Он повзрослел, такой стал это прям взрослый парень, еще у него в костюме выступал, в бабочке, так сказать, такого характера. Вот я отрадовал встречу, да, а с другой стороны надеялся, что, может быть, уже в семье находится. Праздник, конечно, сегодня замечательный, да, такой радостный. Но все-таки вот транслировать мы должны на городское сообщество и жить мы должны вот эту форму такого общественного детского дома. «Елка желаний» – искренний праздник для всех. И для ребятишек, получивших подарки, и для взрослых, вместе с ними переживших эту радость. Настоящее новогоднее чудо. Хочется верить не единственное, что ждет малышей в будущем году. Знать бы, где упасть, соломки подстелил бы. Канун новогодних торжеств областное правительство стелит соломку в традиционно скользких местах, чтобы ничто не омрачило праздника. Длинные новогодние выходные для всех служб жизнеобеспечения региона – период повышенного риска. Тут и погодные катаклизмы. По опыту прошлых лет ясно, что от нашей климатической зоны можно ожидать любых сюрпризов. От стихийных снегопадов до экзотического ледяного дождя. К тому же, череда нерабочих дней зачастую оборачивается проблемами с нужным количеством дежурных специалистов. Особенно остро встает этот вопрос в тех случаях, когда надо действовать быстро и слаженно. Выявить все слабые места в электро- и теплоснабжении городов и районов области, еще раз согласовать действия дежурных аварийных служб, для этого председателем правительства Самарской области на этой неделе был создан штаб по обеспечению электробезопасности потребителей, чтобы в новогодние праздники прошли без эксцессов и никто не остался без света и тепла. Что из текущего момента, на что, наверное, нужно обратить внимание. В тот год мы попали ровно с 31 по 1 на налипание снега по четырем районам очень серьезно. Поэтому, помня тот год, я просто, коллег, прошу не расслабляться и отдельная история не раздавать бригаду соседям, все-таки без согласования, как бы самим не остаться. Потому что в тот год мы как раз в эту ситуацию попали. Мы только отгрузили в Саратовскую и, по-моему, в Волгоградскую области свои бригады, как тут же налипание началось у нас. Требует дополнительного внимания и координация работ по профилактической плавке гололеда на электросетях. Особенно сложный участок транзита Жигулевск-Сызрань. Для того, чтобы устранить эти проблемы, нужно новое оборудование, приобретение которого запланировано пока в очень отдаленном будущем. В настоящее время плавка гололеда осуществляется по схемам Жигулевской ГЭС. Соответственно, задействован один и тот же персонал. Приходится по очереди плавить то одно, то другое. В течение этого года мы пытались организовать работу по разработке новых схем плавки. Сформировать предложение по решению этого вопроса поручено Министерству энергетики. Есть некоторые проблемы во взаимопонимании с железнодорожниками. В остальном же профилактические работы идут в нормальном режиме. В целом, ресурсы для того, чтобы быстро и четко ликвидировать в регионе нештатные ситуации, по мнению участников штаба, есть. На предприятиях топливно-энергетического комплекса и в муниципалитетах будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, подготовлена спецтехника. Объекты Волжской ТГК полностью обеспечены резервным топливом. Кроме того, во всех городских округах и муниципальных районах области есть 678 резервных источников электроснабжения. Осталось четко проследить, чтобы все они были исправны и доступны в любой момент. Без таких вариантов, что ключи от генератора у Петрова, а он уехал в отпуск. Обратите внимание, пожалуйста, на резервные источники. Столкнулись с тем, что отчетность с фактом иногда не совпадает. Отчитывается, что источники есть, происходит какая-то ситуация, выясняется, что нет либо дежурного электрика, чтобы его запустить, либо сам источник был перед зимой не проверен. Коллеги, проведите перед праздником проверку источников и определитесь с дежурством, где вы будете искать на запуск этого источника. Другой важный момент, который был четко озвучен на заседании штаба, не молчать о проблемах и не тянуть время. Все праздничные дни в правительстве области будет работать дежурный, которому поручено принимать ежедневные отчеты от территорий и при необходимости координировать действия аварийных служб. Коллеги, у нас есть достаточно всех технических возможностей для того, чтобы справляться с любыми авариями. Да, вот этот дождь и обледенение, это очень сложно, но и к этому мы с вами научились, как с этим бороться. Особо подчеркиваемо то, что говорил министр по оборудованию электроподстанций, передвижных и прочее, чтобы мы с вами пожаром не занимались, а прекрасно понимали, вот они стоят готовы, и вот их взяли с аккумулятора ванили, берези нет, и кто их обслуживает. Потому что всякое может быть, и к этому мы должны с вами быть готовы. И будем надеяться, что все эти аварийные ресурсы останутся невостребованными, а праздники пройдут без эксцессов. Судя по всему, Самарская область достаточно привлекательна для бизнеса, во всяком случае для крупного. В конце прошлого года у нас начала свою работу трубопроводная строительная дирекция. В конце этого года она подводит итоги и делится планами на будущее. Транснефть. Трубопроводная строительная дирекция. Дата создания 26 октября 2013 года. Основана компанией Транснефть для решения серьезных задач, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением систем нефтепроводных. Центр дислокации Самарская область. Географический центр европейской части страны. Регион удобен для работы в разных направлениях. Дирекция выполняет работы на территории 11 регионов России от Черного моря до Урала. Перед предприятием поставлена задача за 6 лет произвести строительство и реконструкцию более 200 объектов. Это линейные части нефтепроводов, нефтеперекачивающие станции, линии электропередач и другие объекты, неразрывно связанные с транспортировкой нефтепродуктов. Сейчас ведутся работы по нескольким направлениям. Реконструкция магистральных нефтепроводов Куйбышев-Лесичанск и Куйбышев-Унеча-Мозырь общей протяженностью более 1700 километров. Это повысит надежность всей системы и будет гарантировать бесперебойную поставку сырья заказчика. Другое направление – реализация проектов ЮГ-1 и ЮГ-2 общей протяженностью строящегося трубопровода 647 километров. Они станут серьезной альтернативой железнодорожным поставкам. Транснефть Трубопроводная строительная дирекция координирует деятельность десятков подрядных организаций, сотрудничает с проектными институтами, взаимодействует с органами власти, организует работу с археологами. Строительство любых объектов нефтяной промышленности – это целый комплекс сложнейших вопросов, которые требуют слаженной работы и четкого принятия решений. Более 400 сотрудников дирекции с этими задачами успешно справляются. Костяк команды – это профессиональные инженеры-строители с опытом работы на объектах разной степени сложности. Стратегическое развитие России связано прежде всего с нефтегазовой отраслью. Система трубопроводов сегодня – это кровеносная система экономики страны, а Транснефть Трубопроводная строительная дирекция призвана поддерживать эту систему в здоровом состоянии. К чему нужно быть готовым, если на дороге вам вдруг встретится Дед Мороз? Об этом сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова